Здрасте! Вы меня не узнаёте? Нет, не узнаю. А между тем многие говорят, что я поразительно похож на моего отца. Я тоже похож на своего отца. Товарищи, вам конкретно что нужно? Так ведь тут всё дело в том, какой. Отец, я сын лейтенанта Шмидта, помните? Весь в тебя эпиграф. Мать говорит сыну, сына, принеси пять тарелок. Зачем мам с папой поговорить? Воспитание, конечно, штука тонкая. Не каждому даётся. Вечером как-то вкалываю на благо семьи. Ну, на диване кроссворд разгадываю. Тут жена с работы приходит с сумками. Весёлая! Ну, понятно, двадцатый этаж, лифт не работает. А у неё только в зубах килограмм сорок. Сразу с порога любовный крик Джульетты при виде Ромео. Диван душишь, зараза! Я хлеба забыл купить, сбегай. Говорю, ну не мужское это дело, за хлебом бегать. По-моему, ответ ей не очень понравился. Подскочила к дивану, блузку на груди, дёрнула, говорит, «Ну тогда давай, сделай своё мужское дело!» Я припугался, говорю, да ладно, чего ты, сейчас схожу за хлебом. Она говорит, не надо. Настоящий мужчина должен в жизни дерево посадить, сына воспитать. А тебе дерево сажать ни к чему. У тебя сын дуб дубом. Я тут была в школе на собрании. Кстати, почему всё время я по школам шляюсь? Когда наш был уже в девятом классе, тебя просила, «Серёжа, сходи на собрание, ты мне что сказал?» «А чё, наш уже в школу пошёл?» Классный руководитель спрашивает у мальчика, «У тебя вообще папа есть?» Он говорит, «Есть, в семье не без урода». Можешь, кстати, за это ему навешать, 3-4 под затыльнику. Я говорю, 3-4. «Говори точно, сколько, вешай!» Жалуется. Наш постоянно опаздывает. Говорю, да. «Ну а что ещё про нашего говорили?» «Не знаю, я опоздала». У них тут в школе был день вежливости. Надо было совершить хотя бы один благородный поступок. «Что ты думаешь?» «Наш бабушку через дорогу перевёл». Говорю, ну что, очень благородно. «Да?» Бабка еле отбилась. Ей вообще туда не надо было. А на уроке истории ляпнул. Вместо того, чтобы сказать, пролетариат – это гегемон революции, сказал, пролетариат – это покемон. Это мне сама истилличка рассказывала. А почему? Потому что с утра до ночи торчит у телевизора. Господи, его уже скоро дикторы узнавать будут. Математичка. Дала детям задание. Придумать задачу, где бы фигурировали проценты. «Что ты думаешь?» «Наш». Насмотрелся рекламы. Пишет, «Рексона утверждает, что юноши потеют на 40% больше, чем девушки. Вопрос. Сколько нужно девушек, чтобы вспотело 30 юношей? Заниматься надо с мальчиком, заниматься. Я говорю, он меня боится. Ничего, привыкнет. Наша кошка тоже поначалу пылесоса боялась. А потом ничего, втянулась. Ты у нас способный был. Семнадцать лет, уже в третьем классе. А наш, по-моему, прямо из школы на пенсию пойдет. Заметь мальчиком. Я пока его последнее сочинение почитаю. Захожу к мальчику, говорю, так, Гришон, ну и чем ты можешь порадовать папу? Он говорит, папа, то, чем я тебя мог порадовать, мы еще вчера с пацанами выпили. Ясно. Посмотрим, как у нас с багажом знаний. Физика. Ну-ка, скажи, что Ньютону на голову упало? Не знаю, может, голуби постарались. Ясно. Ты вообще какие-нибудь книжки в последнее время читал? Читал. Эротический роман Горького. На мне. Скажи, а что Маяковский доставал из широких штанин? Пап, дай почитать, а? Ну-ка, дай дневник. Посмотри, иностранный, пятерка. Пап, ты дневник, ты переверни. Ясно. Посмотрим, как у нас с логическим мышлением. Ну-ка, сынок, отгадай загадку. Сидит дед, востушу подед. Кто его раздевает, тот слезы проливает. Почему? Дед не мылся, что ли? Ты не спеши, давай по порядку. Сидит дед. Дед, за что сидит? Да не за что, дед, в земле сидит. Партизан, что ли? Тут же она забегает, ну-ка, успехи. Я говорю, вот человек, на две трети состоит из воды, а наш с тобой об болтус из тормозной жидкости. Она говорит, потому что весь в тебя, весь в тебя. Ты послушай, что он в последнем сочинении написал. В лесу Дубровский долго искал, где у Маши дупло. Друг твой, Сашка, все время ходил в школу с дипломатом. Пожалуйста, стал дипломатом. А ты ходил сранцем. Так, так, не буди во мне зверя. А жена? А я не боюсь хомячков. Ну, что он там не может ответить? Я говорю, ну слушай, сидит дед. Жена задумалась, за что сидит? Я говорю, ну и кто из нас сранцем ходил? Знаешь, займись ты мальчиком, а я лучше 20 раз за хлебом сбегаю. Ну не мое это, не мое. Спасибо. Продолжение следует. Спасибо. Спасибо.